Всем привет! Сегодня мы с вами, подписчиками на бусте, обсудим, казалось бы, всем известный символ, применяемый не только на бусинах дзи. Вы можете видеть его в обликах восточных божеств в качестве всевозможных изделий талисманов из камня, дерева, золота. Это жезл жуи или руи, как часто говорят на западе. Эти отличия не принципиальны, вызваны языковыми особенностями в зависимости от территории. Но если мы возьмем именно китайский язык, то звучание все-таки будет ближе к нашему жуи. Так мы сегодня его и будем называть. Но, повторюсь, это не принципиально. Все звучания приемлемы. Мы поговорим об отличиях символа, конечно же, о бусинах дзи с таким знаком, и о связи символа с одним важным атрибутом, часто применяемым в обрядах совместно с амулетами жезл жуи не только в даосском шаманизме, но и в китайской медицине. В комментариях наших дзи-клубовцев на бусте я заметила, что не все отличают виды символа жуи на дзи-амулетах. Поэтому сегодня мы немного этого тоже коснемся. И после нашего стрима, я думаю, вы никак не перепутаете знаки. Для тех, кто не знает, как выглядит символ жуи, возможно, кто-то присоединился к нам недавно, сейчас вы можете видеть этот символ возле свитка с нашим чатом. В данном случае это именно жезл, а не символ крючок. И, собственно, пока мы с вами будем обсуждать виды жуи, я оставлю вам вот такую памятку, чтобы было все наглядно и понятно. Смысловой перевод жуи с китайского «как пожелаешь» или «по твоему желанию». Ну, прямо как у щуки в сказке «по щучьему велению, по моему хотению». Только тут «по жуиному велению, по моему хотению» получается. Можно сказать «волшебная палочка». Так что волшебные палочки, у нас по легенде, можно сказать, есть во всех уголках планеты. Жуи издревле в Поднебесной, и не только там, но везде по Юго-Восточной Азии, это наиболее благоприятный символ власти, дающий могущество и магическую удачу владельцу. Издревле и по сей день он встречается в обликах божеств, восточных царей, магов, небесных существ. И ему придается мощное энергетически-магическое значение. Вот смотрите, китайское божество-богатство Цайшэнь держит жезл жуи. А еще в Китае есть чудо-мост со стеклянным дном, мост жуи, перекинутый через долину Шэнь-сянь-дзю. Он идет между двух каньонов. Видите, изгибается как символ жуи. Согласно поверью, поход по такому мосту от начала и до конца принесет удачу в определенном деле. Но это довольно жутковато. Для кого-то будет настоящий подвиг. Мост особенно шикарен весной, когда долина в цвету. То есть символика жуи издревле и по сей день очень часто используется. В этот знак в Юго-Восточной Азии очень верят. Поэтому вы можете видеть его где угодно, в талисманах, обрядах. Помните, я из недавнего путешествия привозила чудесный жезл из Вот так он выглядит. Чудесный, конечно, каменный талисман. А на бусине дзи жезл жуи выглядит вот так. Но это именно жезл жуи. А у нас, как вы знаете, сам знак жуи имеет подвиды. Есть еще такие крючки-завитушки. Вы могли видеть с названием жуи вот такие бусины дзи. Я заметила, что их часто путают. Хотя значение немного отличается. Но можно точно сказать, что абсолютно все они несут энергию исполнения желаний, как пожелаешь, как у той самой волшебной палочки. Но отличия все-таки есть. И давайте их вспомним. То есть это энергетические волшебные палочки исполнения желаний во всех случаях. Но именно жезл дополнительно несет энергию власти, авторитета, некоего влияния. Именно поэтому это излюбленный амулет чиновников, шаманов, эзотериков в области восточной метафизики. Все дополнительные значения вы сейчас видите. Но мы с вами их уже изучали в дзи-клубе на бусине дзи. На бусине дзи, как вы знаете, есть еще завитушка денежный крюк. Но в его названии вообще нет слова жуи. И мы его сюда не включаем. Вот так он выглядит. Это именно денежный крюк. Еще его называют денежный подчиняющий крюк. Сейчас я показываю его только для того, чтобы вы не путали его с остальными. Это не жуи. Это знак чисто материальных благ. Итак, знаки мы вспомнили. И теперь давайте поговорим о жезле жуи, именно о скипетре. И как я и говорила в начале, после сегодняшнего стрима, вы его точно ни с каким знаком не перепутаете. А знаете почему? Потому что в нем есть секретик. В узоре жезла спрятан магический гриб бессмертия, линджи. Вот так выглядит этот гриб. Я думаю, многие о нем слышали. Кто-то даже применял. И мы о нем еще поговорим. А пока посмотрите, где спрятана шляпка чудодейственного гриба в скипетре жуи. В обычных значках жуи – крючка-завитушки. Такой шляпки вы не увидите. Ключик жуи больше похож на скрипичный ключ. А жезл, жезл жуи имеет шляпку гриба линджи. И думаю, многие уже догадались, что в даосском шаманизме, в ритуалах, применение бусин дзи с жезлом жуи часто идет бок о бок с зельями и настойками из гриба линджи. И для того, чтобы понять, откуда это пошло, нам с вами нужно заглянуть в историю магического гриба. Даже если вы уже применяли его в гомеопатии, эта информация, думаю, будет для вас очень полезной и познавательной. Тем более, что в древнее время сила гриба линджи была значительно выше. В этом уверены в поднебесной. Но с годами могущественная энергия несколько ослабла. Так считают в поднебесной. Тем не менее, по сей день можно ее использовать. И в принципе, вы можете видеть, что данный гриб и сейчас применяется в китайской и тибетской медицине. Но вернемся к грибочку, чтобы понять, почему именно его так полюбили использовать в обрядах. Но я хочу предупредить, что сегодняшний стрим об использовании линджи в даосских обрядах и китайской медицине не является призывом к какому-либо действию. Это лишь пересказ исторических данных, древних летописей в познавательных целях. Не применяйте бездумно для лечения никакие средства и грибы в том числе. Без соответствующей консультации со специалистами. Вообще линджи, так называют его в Китае, гриб бессмертия. Рейши именуют в Японии, в переводе как гриб духовной силы. В Корее зовут Йонжи, что значит звезда спасения. Ну, а по-научному это Трутовик или Ганадерма. Он, кстати, встречается и в наших лесах тоже. В Поднебесной его использовали еще в эпоху неолита, аж 6800 лет назад. Это если судить по древним летописям, дошедшим до наших дней. Часто попадаются описания неких магических свойств грибов. В числе них есть и сочетание линджи, где лин – это дух, божественная сила, а джи – гриб. То есть гриб духов, божественный гриб, гриб бессмертных или гриб бессмертия. Однако, если смотреть еще дальше, то написание символа гриб – джи, в даосизме использовалось не то чтобы для грибов, а для всех растений, обладающих некими магическими свойствами. Вот вам для наглядности такая табличка. В философских записях китайского мудреца Хуайнань Цзи встречаются упоминания о том, как шаманы варили из линджи магические напитки. Из древних летописей следует, что каждый напиток имел свое назначение. Были и психодельческие, как бы позволяющие взаимодействовать с духами, и целебные, и обрядовые, дающие силу человеку, и, как вариант, придающие силу талисману. А еще объединяющий энергетический поток намерения человека и его талисмана. Немного сложно звучит, я сейчас поясню. Вот как вариант волшебная палочка. Она индивидуальная, у каждого своя. У кого-то получается с ней взаимодействовать, а у кого-то нет. Как в песне сделать хотел утюг, салон получился вдруг. Так и тут. И вот во время таких ритуалов в шаманизме как бы объединялся поток намерения владельца энергии амулета. Знаете, чтобы точно при взмахе своей палочкой делать посыл? Да будет так, как говорится. Вот магический гриб словно отворял потайную дверь для такого потока. А уж использование вместе с амулетами жезла жуи вполне объяснимо. На самом жезле шляпка гриба линджи, мы уже говорили. Но есть и еще один интересный факт. Линджи имеет еще одно наименование в древнем Китае. Такое, как жуи цао в переводе трава желаний. То есть само слово жуи даже в названии присутствует. А еще гриб, по мнению древних ученых и лекарей, впитывает и земную жизненную энергию, и благоприятную энергию небес. Думаю, теперь вы понимаете, почему в даосском шаманизме так важен был напиток из такого магического гриба. И это мы еще не говорили о его свойствах. А он в Поднебесной идет на линейке рядом с небезызвестным Жень-Шенем. А свойства такие. Противовоспалительные, позволяющие защитить иммунную систему. Вспомогательные при профилактике и лечении онкологических заболеваний. Гриб полезен при усталости, полезен к сердечно-сосудистой системе, сахарном диабете, артрите. Положительно влияет на функции почек, печени, дыхательной и нервной системы. Полезен при сахарном диабете. Также его используют в косметологии для омолаживающих средств и средств, замедляющих старение кожи. Делают маски для лица для придания ему жизненного тонуса, пополнения энергии, уменьшения морщинок. Китайские мудрецы уверены, что гриб линджи помогает восстановить в душе и физическом теле баланс энергии инь и ян. Я не буду описывать все эти свойства. В интернете их достаточно. Сами сможете почитать, если у кого-то будет интерес. Немного об обрядах даосского шаманизма. А шаманы очень любят ритуалы с талисманами, активациями, энергетическими подпитками. Как вариант ставили котел с грибами линджи, привязывали дзитризман жезл жуи, как маятник. Читали заклинания, намерения над варевым и качали бусинку маятник над ним. Могли также в этот момент задавать духом вопросы. Маятник ходит по горизонтальной линии, это значит нет. По вертикальной, значит, ответ да. А если колеблется хаотично ходит, значит, пока не время ответа. После готовности напитка его остужали и процеживали. Затем наливали в отдельную емкость немного и клали туда талисман. Как вариант дзи жезл жуи, а оставшиеся оставляли для себя и пили. На самом деле обрядовые варианты были индивидуальные, но по большей части зельем грибодухов напитывали талисман и принимали его сами. Какие еще способы применения линджи существовали и существуют по сей день, не считая всевозможных капсул, таблеток, что используется в китайской и тибетской медицине. И, кстати, сейчас и на Западе довольно часто применяют вот такие средства. Чаще всего сам гриб измельчают с помощью кофемолки. Так легче его приготовить, поскольку он очень твердый, как дерево. Самый легкий способ готовить из линджи обычный чай. Кипятить щепотку сухих грибов или измельченных в кофемолке. А затем его настаивают полчаса и пьют как чай. Иногда прямо с какими-то травами заваривают. Есть еще вариант, когда одну столовую ложку измельченного гриба заливают 700 мл воды и кипятят на медленном огне в течение часа. Потом остужают, процеживают и пьют трижды в день по неполному стакану за полчаса до приема пищи, пока не закончится напиток. Есть еще спиртовая настойка, когда 25 граммов измельченных грибов заливают стаканом водки и настаивают в темном теплом месте, не в холодильнике, две недели. Потом готовый настой принимают по одной чайной ложке дважды в день перед приемом пищи. Такие вот варианты. Но это еще не все. Вот мы с вами говорили о магическом джи, то есть растениях с магическими свойствами. И в Поднебесной считается, что в составе таких джи не только гриб линджи, но и разновидности трутовиков. В частности, идет речь о цветовой гамме подобных грибов-трутовиков вида гонодерма. А это у нас не только линджи. Линджи относят к таким алым, киноварным, больше для сердечно-сосудистой системы. А по мнению древнекитайских лекарей, если трутовик зеленый, тинджи, то он больше жизненных сил даст для печени. Если он желтый хуанджи, то лучше восстановить селезенку. А хэйджи черный гриб эффективнее всего будет для почек, кишечника. Есть еще фиолетовая джидзиджи для сущности, но это уже такие по большей части именно для обрядов шаманизма. А ведь издревле и наши предки использовали трутовики для лечения. В частности, то, что китайские мудрецы называют черный гриб хэйджи, вполне известный нам гриб чага или чага березовая. Чаще всего на березах встречается. Вот так он выглядит. Его и сейчас можно найти в аптеках во всех видах. И, кстати, наша чага тоже считается полезной при ряде заболеваний, особенно желудочно-кишечных, укреплении иммунной системы. Вот такие полезные свойства. Очень интересно, применял ли кто-то из вас какой-либо из перечисленных видов грибов? Было бы очень интересно узнать. Перед тем, как перейти к обсуждению, коль у нас речь зашла о даосских обрядах по активации талисманов, я хочу показать вам фото одного из реальных ритуалов. Здесь призывались пять духов, чтобы зарядить свиток со знаками. Потом этот свиток уйдет в магическую колбу. Но этот обряд мы с вами обсудим на Бусти. На этом заканчивается часть нашего стрима, та, что будет доступна на YouTube-канале. А с подписчиками Бусти о секретах мы еще пообщаемся. Всем остальным подписывайтесь. Если вам интересно, ставьте лайки. Ну, а с вами была Наталья и канал о секретах лайк. До новых встреч!